Всем привет! Сейчас находимся у Гошана, Аксапка Про. Гошан, родителям будешь приветствовать? Всем привет! В общем, Гоша тут все цифровизирует, он биткоины качает, вот видите, включает кнопочки, это у него сейчас тут бинкоины капают. В виде чистой воды, которая будет скоро цениться так же, как биткоины. А что дистиллированная хорошая вода? Девушкам голову мыть, чтобы волосы были более мягкие, сейчас ковистые, все путем. Видишь, грунтовочку надо разбавить, вот не обычная вода из-под крана, а дистиллированная. Опять же экономия заказчика. Просто смотри, вот оборот, я даже ходу не набираю, просто... С ведра попил, да? С ведра налил и стиллирован. Все, как импакт пашет? Да ничего, пашет прям вообще классно. Я вот, кстати, такой же хочу взять. Это ты его где? На Алипо купал, да? На Алиэкспресс, ну, в Ассай. Две батарейки там, в районе пяти тысячи его брал. Ну, сейчас не знаю цену, но я вот в районе пяти брал его. Прям нормально. Гипсокартон кручу. Сколько тут ньютон на метр? Ну, получается, заявленных триста. Триста? Триста, ну, а так не знаю. Ну, ньютонов сто есть, наверное. За пять рублей, да, вообще, тема. Нормально. Маленький, компактный, удобный. Вообще, как бы, удобный. Вот эта короткая. У меня скоро шурик, когда накроется. Если... Там, кстати, подожди, в Ассай же есть синий и красный, да? Да, у них есть синий и красный. Разницы я не знаю в чем. В чем разница у синего и красного. Единственное, будешь, если брать батарейки, возьми побольше. Как бы, возможно, как бы, ну... А там что, 24, да? Я не знаю. Нет, она 20 написана, но она, по сути, 18-ти вольтовая. Просто по ампер-часам есть побольше. А, ну, тут так было ампер-часа еще больше. Да, ампер-часа, да. Есть 4 ампер-часа. Ну, а он прям вообще будет лютый. Ага. Ну, вообще, тема тогда. И там у них, кстати, есть болгарки, там... А я видел, видел, я заходил. Много чего есть. Да, там вся эта, весь набор. Только вот тоже ценник не был. Я вот на болгарку смотрел. А вот этот надо сравнить с Ресантой. Девард, это 900, да, у тебя? Да, 900 ватный, 3,2 джоуля удар у него. Надо как-нибудь Ресанту привести. Потому что я пока мощнее, чем Ресанты. Я еще это, вот который на 900 у меня, я не видел. Ну, ты говоришь, что этот, вроде, сравнивали мощнее долбит. Ну, посмотри. Ну, у Жеки Ресантов, он вот этим подолбил, сказал, что мощнее. Мощнее, да? Там, у нас в городе электросеть, у Катовича, что магазин в электросети. Ну, помню, как он называется. Да, как за цепушкой-то едешь, там получается. Ну, понял, понял. Вот этот магазинчик. Что тут еще у тебя интересного? Плиточка. Гоша сейчас протягивает стены. Гросс универсалом от компании, ну, от компании Брозакс, но привозит компания Абадон. Не, хорошая шпуклевочка, но опять протяжка, как бы, нормальную. Не, мне понравилось, да. Да, я и камень клеил, и шпаклевал. Стукатурочка тоже их, Брозакс-клей. Как бы ничего, такие материальчики. Просто она такая, материал достаточно эксклюзивный, скажем так. Вот, 17 протянута, да, этим. Ну, она еще вот не просохла. То есть где-то светлая, где-то еще темные пятна, как бы. Ну, даже под качество, да, вот самой протяжки. Хотя это не шпателем, ничего, а правилом просто она сдиралась, как бы. Под обои, в принципе, уже это, ну, почти нормально. Нет, она даже под обои уже сейчас можно. Единственное, что она не совсем белая, и не под каждые обои подойдет. А вообще, в принципе, да. То есть она будет так пятнить, то есть под какие-то светлые обои. Да, под светлые обои не пойдет, потому что они будут тоже пятнить. Под большую часть, как бы, обоев она, это нормально. Нормально? Не очень, да? Не очень, не очень. Ну, так, время от времени, как бы, все равно, пользуясь, как бы. Где можно подлезть и удобнее, чем семечку вкручивать. То есть быстрее просекательного сделать. То есть у него, вот, минус в том, что, как бы, маленький этот, ну, не знаю, пространство небольшое. Да, то есть не везде подлезешь. То есть пэшку какую-то, да, там можно просечь. А, как бы, если уже 27 на 28 пэшка и соединить профиль 27 на 60, уже все, ну, никак не подлезешь. Либо, ну, надо еще один, наверное. Ну, сейчас гипсокартон, не знаю, ценник возродок. Вряд ли кто-то будет укрутить. Нет, там даже не на гипсокартон, а на профиле. Гипсата, она сильно не выросла. Да, да. А профиль сейчас, он просто золотой. Потолок из гипсокартон этот забрать там вообще. Да, вообще капец. Нет, я же розеточкой сделала. Что бы это? Ну, шпаклею, получается. Одна розетка и не надо бегать с проводом с одного места на другое, да, надо по центру. Что, Стармикс как? Пылик, огонь. Прям вообще огонь. Пылесос? Да. Единственное, я, получается, сейчас жалею маленько о том, что не взял старшую модель, получается, а взял вот этот. Надо было брать, получается, кредит и брать уже старшую. Потому что, ну, сейчас ценник возрос, как бы, если я этот пылесос брал в что-то, ну, в районе сорока там, по-моему, тридцать семь. А сейчас он уже стоит под полтинник, а старшая модель там вообще у него в цене космос. Когда раньше она там стоила, там, 45. Ну, грубо говоря, они поменялись ролями. Этот стал стоить 45, а старшая стала стоить, там, под 70, по-моему. Надо было на тот момент брать старшую модельку. Это валик у тебя для шпаклёвки? Да. Ну, да. Гоша стены шпаклюет под финишку валиком. Ну, как валиком и шпателем, длинным шпателем наносит шпаклю валиком. Ну, и поэтому пользуются ротбанпастой, да, в основном, или шитроком. Ну, да. Ну, потому что обычная... Такими шпателемками, которые долго живут, да? Да, обычная вот финишка, она не вся подходит просто шпак. Я вот не знаю, ЛР-ку, может быть, можно попробовать, но она мне не нравится в плане того, что она сыпучая. Покажи это. Это... Ты где его, кстати, брал и... А, брал в этом, в Красноярске, в Семине. Либо в Интернете, можно в Инстаграме их найти под ником Правстрой. Вот. Магазинчик, они вот по профессиональной малярной, там, расходке шпателя, вот, валики у них. Ну, и сейчас они, кстати, там расширяются, у них инструмент Behy появился. Вот, что... Ну, можете зайти посмотреть. Ну, в Инстаграме у них не так много, как бы. Ну, я вот парням, как бы, познакомился, я им просто позвонил, как бы, спросил, что есть, они мне цену сказали, отправили. Как бы, ну, без проблем. Кстати, Behy, нормально вот эти вот, мне пришли вот эти малки. Угу. У меня вообще, как бы, нормально, они ржавеют, ничего. Ну-ка, ну-ка, подожди, Гоша, ну-ка, дай-ка, дай-ка, дай-ка. Вот так вот, дай-ка. Ха-ха-ха. 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 За тысячу рублей, да? Даже больше, наверное, уже. Ха-ха-ха. Не, ну, карандаш, в принципе, прикольный. Ну, блин, ценник у него, конечно, да. Нет, я вообще Гоша говорил, ты можешь обычный карандаш просто тысячей обмотал бы, и... Ха-ха-ха-ха. Было бы круче, да. Ха-ха-ха. Нет, ну, слишком в чем получается этого карандаша, то есть, его не надо точить. То есть, я вот разметку делаю и делаю. Он стерся, я выдвинул, стерся, выдвинул. То есть, у него стержни вот такие вот длинные. То есть, стержень 2,8 миллиметра. То есть, ну, в этом плане прям огонь. У меня был на Алиэкспресс, я заказывал. Там, по-моему, в районе 150 рублей я отдавал за карандаш. Но вот он мне служил, верой и правдой, где-то года два. Он вышел из строя, как бы, ну, на Алиэкспресс заказывать, там, с поставками, непонятно, там, через сколько он придет. А я привык к автоматическому карандашу, и вот поэтому, как бы, переплатил и взял Пику. Так, ну, по сути, с Алиэкспресс тоже нормальные карандаши. У них тоже, там, такие же стержни, там, 2 миллиметра, как бы, удобные. Ну, вот Пика, что здесь, вот, чехольчик такой, кабура, как бы, для карандаша. Получается тут же строгавочка, что можно вот подточить карандаш, и все остренький, четенько там. Плиточку, разметку делать. А, стержни, получается, вот на Алиэкспресс у них только черные, по крайней мере, я других не видел цветов. А у Пики у них есть и красные, и белые стержни, то есть, ну, поинтереснее маленько. Ну, и ценник тоже на стержне у них такой, весомый. Что, кого еще прорекомируем? Давай техно-авиа. Ну, техно-авиа, потому что все нормальные. Да, да, кстати, подожди, давно не ходишь вот это? Ну, вот этим штанам уже почти год вот будет, в декабре. Я, короче, на день рождения, каждый день рождения покупаю новые штаны. То есть, 16 декабря у меня день рождения, ну, вот, как бы, с прошлого года, как бы, огонь. Еще из минусов, вот, у меня, получается, штаны Бавария, вот так, полукомбинезон. Короче, вот, если бы они сделали вот здесь вот под рулетку более жесткий хлястик, было бы круто. Потому что, ну, блин, ну, не зацепить. Мягко неудобно. Да. То есть, я ее цепляю за карман. То есть, как бы, из-за этого, получается, как бы, вот здесь вот маленько нитки, как бы, под вытрепливаются. Вот. То есть, хотелось бы здесь какой-то жесткий хлястик, получается, для рулетки. И вот сюда, вот, на наколеннике, тоже какую-нибудь более стойкую ткань. Оно вроде не прошло, как раз, нигде. А, или есть маленькие? На этих нет, на этих целое, хотя я, ну, достаточно много лажу на коленках, но еще целое. А у меня есть штаны, ну, там, я в них выполняю вот такие черновые работы, как бы, здесь вот она... Ну, все равно, ну, наград хватает. То есть, потом вот она... Это не техно-ая? Нет, это не техно-ая. Это не техно-ая. Это не техно-ая. Короче, ботинки, ботинки я покупаю в каре, в магазине. Вот в каре вот такие ботинки. В каре вот такие ботинки, вы не поверите, да, вот. Получается, ну, да, они тут порвались маленько, но это вентиляция, короче, чтобы нога дышала. Да, да. Ну, факт в том, что вот этим ботинкам уже два года. То есть, ну, нифига. Ну, да, настройки, если два года... Настройки, ну, представьте, вот, для ботинок, настройки, как бы, подошва целая. Как бы ничего вот даже не отклеилось, они там носами вот так вот не делают. Ну, вот здесь вот, да, порвалось, вентиляция, естественно. Что в тапочках не ходишь? В тапочках? Ну, мне неудобно. То есть... У него... Пика. С пикой и в тапочках, и в шортах. Не, не по этому. Получается... Ну, полукомбет, почему, да, как бы я вот работаю. Вот у меня стоит жара вот на объекте. Да, на объекте жара. 29 градусов, почти 30. Получается. Ну, я вот все равно в штанах. Почему? Потому что вот карандашик, я вот вообще, когда его нету здесь, как бы, ну, мне неудобно. Руреточка. Ну, да, просто, что удобно. То есть, я не думаю, там, получается, куда мне там встать, надо, там, еще что-то под коленки положить, еще... Гоша, повернись, а, кляску, я это посмотрю. А, ну, вот у тебя здесь, как бы, не это, не разошлось. А вот у меня чуть-чуть вот в этом месте, на Милане, на костюме, вот, ну, как бы, начало маленько расходиться. Ну, правда, я думаю, оно еще долго будет, но есть такое. Ну, еще здесь, здесь же, получается, как бы, есть специальные вставки. То есть, уже не нужны наколенники. То есть, вот такие вставочки продаются. Они уже в комплекте, да, шли? Нет, они отдельно продают, то есть, вообще, огонь. То есть, шорты, ну, их не затолкаешь, да, как бы. То есть, надо какие-то либо наколенники одевать отдельно. Ну, да, они, кстати, обычные наколенники, вот эти наколенники, они вот здесь вот пережимают, а потом ноги тоже болят. Да, с этими удобно, получается. Где эту машинку заказывал? Шлифовальная. А, машинку я брал у нас в этом, в ДНС-е. Ну, блин, как он там? Тихонкоин. Ну, в интернете, что у них... Ну, кстати, у них сейчас, это, нету, я вот сколько смотрел, почему-то, ну, не ставлю. А другие есть? А? другие есть модель? да есть по моему такие машинки получается 220 вольт получается во все инструменты есть у них кстати вышла обновленная модель новая то есть уже сколько покажи там вольтажная у них короче обновленная моделька вышла получается уже с бесчетным двигателем и вот здесь сделана светодиодная подсветка и по моему уже даже в вакуум есть ну не знаю могу ошибаться но есть короче вот этой машинки обновленная моделька что по машинке это же удлиняется да все это ручка да вот здесь нет не здесь есть удлинитель в чемодане он вот сюда накручивается и ручка становится длиннее то есть получается что я сделал я докупил жесткую тарелку на эту машинку потому что с ней шла такая мягкая тарелка как бы ну не особо хорошо для вот штукатурки то есть когда тебе надо вот именно штукатурка там имеет какие-то неровности шишки как бы их надо срезать а мягкая она просто знаешь так заглаживает их а жесткая она именно вот как бы срезает вот докупил жесткую тарелку и в принципе я машинкой доволен не знаю цена вопроса как бы ну получается по моим деньгам когда я ее покупал на тот момент она там что в районе пятнашки стоила ну нормально классно сейчас наверное двадцатка где нибудь сейчас не знаю по моему не сильно подорожало там может быть рублей семнадцать вот нет вот она получается а вот ящик тоже что удобно как бы вот такой вот чемоданчик за эти деньги как бы вот здесь есть какой-то шланг то есть машинки ну я ему не использую из-за того что у него маленькая сечную получается проход короче маленький у него то есть не особо мне нравится и вот удлинялка вот такая то есть можно поставить все и машинка будет там потолки где-то еще что-то ну в принципе здесь что у нас высота 260 мне вот ее хватает вот так вот то есть вот удлинялка наверное где уже потолки там под 3 с половиной ну как бы это будет актуально но она есть а вот она тарелочка ее родная получается она вот такая вот там просто обычный поролон вот он он даже вот маленького уже под этого все подорвался просто поролон к и на ней как бы основа приклеены она прям такая мягкая то есть но ей такое что-то там шпаклевочку уже финишная заблажу а жёсткий тревога ну я видел в интернете там получается пацаны колхозят светодиодную ленту делают чтобы она светила как бы в принципе ну я причем на машинке которые наверное там стоят по 200 тысяч нет нет чему получается на эту же вот на такую же а на эту да я не помню там чувак какой-то с youtube у него такая же машинка он светодиодную ленту замутил ну я ничего не делал я получается либо прожектор ставлю получается как бы к стене либо эту вон лампу он лежит чтобы поставил как бы вышли ну мы не будем эту лампу ставить да как бы не стремаясь мы будем поставить просто как бы да ладно ладно на этом мы заканчиваем наше видео надо будет понимать какую-то вещи ну да для чего и да а то если за так то конечно там до маразма можно сходить до бесконечности с ума ну ладно чё а то у меня щас память наверное закончится в смысле у телефона, не у меня ладно, всем пока на Гошана подписываемся а ты зря, кстати, удалил все с инстаграма я вернусь все на следующий год, все вернется ну как, не то, что было, вернется а будет новое, будет интереснее и круче и с ютуба что-то видосы а, на ютубе у тебя есть видео? нет, я ушел с ютуба сильно геморройно инсту подписывайтесь, я вернусь сейчас stories выкладываю так что кто подписан, народ смотрит stories, вот с объекта как шпаклюю, как что делаю а уже в лету, со следующего года я начну контент кидать так что надо ручкой пика написать, здесь может быть ваша реклама я видел у одних там электриков они так подрозетник делают и написано сверху, знаешь, типа мерам там, здесь может быть ваша реклама так что если че имеете ввиду вот, по лазернику лазер контрол с зелеными лучами точно, нам же они тоже заплатили мы их это не забыли да, миллион мы их еще не забыли в такой ящичек пригнали деньги вот, брониктор одни мы забыли на 360 зеленый луч светит огонь вот как бы луч видно хорошо давай второй вот все такая вот аква дискотека ну тут просто духом стоит поэтому можно сказать ты, наверное, машинку слифовальную включаешь с подсветкой и потом я его купил у меня была погрешность на 5 метров по горизонту 2,5 миллиметра был разбежка я его разобрал как бы настраиваться прям вообще элементарно просто настроил все просто по нулям в вертикале на 2,5 метра по отвесу четко светит и по горизонту на 5,5 метров ну, может быть полмиллиметрика там микроны такие это есть а так вообще даже миллиметра нет на перепадке так что можно ловить микроны ну, чем я, в принципе, и занимаюсь что, всех водил 3,5 метра? да, просто всех никого не забыли хайить никого не будем, да? да, хайить никого не будем в этот раз проплатили нормально ну, все все, ладно в следующий раз может еще что-нибудь приеду